Всем привет! Сегодня у нас 29 день войны, но так как у нас перемирие, я решила попробовать еще раз с тестом фило. Значит у нас будет типа запеканки с грибами, яйца, сливками и тертым сыром. Значит сливки выбираем по желанию, жирность, у меня вот 38% есть. И твердый сыр так же само выбираем по желанию. Хотите менее калорийно, менее процент жирности хотите, чтобы было более вкусно, выбираем большее. Ну и начнем, вот наш противень, начнем выкладывать. Значит первый уровень, выкладываем нашу противень листьями фило и смазываем хорошенько каждый слой сливочным маслом. Так как у меня молочный пирог, я мажу сливочным, для желающих можете и подсолнечным. Подсолнечным, значит выкладываем тесто так, чтобы закрывало бортик нашего дечка. И выкладываем жареные грибы, которые мы пожарили заранее, с луком, солью и перцем. Теперь мы посыпаем сыром, твердым сыром. У меня сыр Эмма, вот такой вот, попробуем. После того, как мы посыпали сыром, мы берем листы фило, можно уже порванные. Вот посмотрите, я беру те, которые у меня остались в предыдущей пачке, порвались и не подошли на мои печенюшки. Я их сейчас буду смачивать в жидкости, в которой есть 3 яйца и где-то 200 грамм сливок, посыпанные солью и перчиком. Я смачиваю их там и выкладываю сверху на мое блюдо. Вот так вот это выглядит. Теперь я повторяю заново. Жареные грибы, сыр и тесто фило, смоченное в сливках с яйцом, пока у меня не закончится начинка. Вот так вот у меня выглядит уже 3 этажа. Значит, когда мы смачиваем листья фило в яйце и в сливках даем им стечь и выкладываем, не придавливая ничего, вот так вот как есть. Порванные листы не страшно, видите, вот у меня тоже с кусочков. Значит, у меня остались еще яйца и сливки, но закончились грибы. Хотя я пожарила 2 банки с большим луком. Значит, в следующий раз мне потребуется больше грибов, и я решила тогда сейчас сделать верхний этаж только с сыром. После этого мы заворачиваем все наши углы и продолжаем смазывать обильно маслом. Заворачиваем. И потом сверху мы накроем еще одним листиком, еще даже, может, двумя сверху. И тоже сделаем то же самое. Вот так это выглядит, когда мы уже все подобрали. Сейчас мы покрываем это все еще одним листом фило. Хорошенько его как бы там упаковываем и все смазываем сливочным маслом. Вот так вот выглядит наш пирожок, паштеда, называйте как хотите. Сейчас мы его отправляем в духовку, в преразгретую духовку при температуре 180, где-то на полчаса. И ждем. Вот так вот оно выглядит в духовке. Пеклось где-то 40 минут при температуре 180 градусов. Сейчас мы ему дадим немножко остыть и разрежем. Вот так вот. Вот так вот выглядит наш тортик в разрезе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...